Назовите, пожалуйста, еще раз в себя свое имя, участво, фамилия. Назовите, пожалуйста. Меня зовут Людмила, фамилия моя Васильева. Вы жительница Днепропетровска? Я жительница Днепропетровска, работала в КБ, имею два авторских изобретения. Работала предпринимателем, работала бухгалтером, работала в частной структуре. Я всю жизнь старалась, что-то было в движении. То есть моя жизнь заключалась в постоянном движении. Я никогда не признавала лежачий образ жизни и всегда стремилась к работе, к каким-то, к чему-то новому, к чему-то познавательному. Я не могла себе позволить прийти, лечь и просто смотреть телевизор. Даже если у меня была какая-то минута какого-то времени, я всегда осталась найти себе работу и на какое-то занятие. Ну, что и послужило, конечно, даже в состоянии моей ситуации. Я вынуждена была привести двор в порядок ценой, к сожалению, своего здоровья. Вот так вот. То есть даже после первой операции, когда легче немножко стало, вы решили продолжать, да, какую-то... Трудовой свой... Я не верила, я не верила в то, я считала, что... Ну, такого не бывает, что человек должен жить на ногах. Это его... И для меня лежание, это просто жуткое состояние. Когда-то, я помню, читала про такую гимнастку Мухину, которая всю жизнь была очень таким... Знаменитой гимнасткой. И вдруг в один, в одночасье она оказалась никому не нужная. Всем забытая калека. То есть после травмы она стала лежачим человеком. То есть не с вас... Я про себя отметила, Боже мой, как это страшно, не дай Бог, в какой-то одночасье вот так вот упасть и остаться лежачим. Думаю, кажется, страшнее человека, неходячего, нет ничего на свете. То есть даже вот, ну, те, кто в этой ситуации знает, что такое операция, спина, они знают, что это, они понимают. То есть тот человек, который ходит и... Если бы я даже не испытав эту ситуацию, я бы никогда не подумала, что такое бывает. Бывают такие боли, бывает такое состояние. Я бы не могла бы в это поверить. И что вот просто вот, как говорится, испытав сам, понимаешь, что такое, да, возможно. И даже невропатологи не до конца понимают этот кошмар, в каком человек может оказаться в состоянии. Живу я сейчас, конечно, я не обращаю внимания на... Но иногда я кратко вижу глаза людей, которые смотрят на меня. И с таким... Я вижу и читаю в глазах этих людей, как молодая женщина, почему она не может передвигаться. Что у меня такого, что человек идёт с такой болью. Я вынуждена... Я хочу ходить, я не могу не ходить. Но вижу, я читаю в глазах этих людей. И останавливающиеся машины, которые пытаются меня пропустить инвалида. Но я не хочу быть инвалидом, я не верю в это. Я буду пытаться, я хочу с такой день. Скажите, пожалуйста, вы живёте вдвоём с мамой? Я живу, у меня ещё инвалид мама, она первая группа, она неходячая. То есть она требует ухода, внимания тоже. Вот так вот. Маме сколько лет? Маме 88 лет, то есть мама... Как зовут мама? Маму зовут Тамара Яковлевна. Тамара Яковлевна, да? Она не ходит? Она не ходит. Как вы можете её помочь? Это надо её поднять? Нет, она ходит... По квартире она передвигается с палочкой. Но она практически всё время лежит. То есть вот так вот. Она сильно переживает за вас? Вы знаете, конечно, она переживает. А я переживаю за то, что я не могу ей полноценно помочь. Ну, пытаюсь, конечно. Как вы можете вдвоём... Вам же всё равно надо как-то помогать и маме, и себе. Как вы находите в себе силы, я не знаю. Или кто-то просит кого-то помощь? Вы знаете, есть, к сожалению, те люди, с которыми я общалась, и имеют достаточные материальные возможности. Они, как всегда, в сложный момент оказываются вроде как в стороне. Они уходят в никуда. А вот появляются эти люди, на которых ты даже и не предполагал, что на них можно рассчитывать. То есть это люди среднего достатка. И они предлагают свою помощь. Конечно, я не могу злоупотреблять, я не пытаюсь. Я просто, понимаете, настолько не могу лежать и ничего не делать. Я не могу. Для меня это пытка. Я, конечно, должна двигаться и ходить, но я не могу. То есть что можно, люди помогают, но я живу в кошмаре. Моя жизнь превратилась действительно в ад. Как сказали в Ужгороде, твоя жизнь теперь превратилась в ад. Но я на эту фразу не обратила внимания, потому что я... После операции сказала? Да. Твоя жизнь теперь превратилась в ад. Это люди, которые были посторонние и видели со стороны мою ситуацию. Вот. Но я на эту фразу не обратила внимания и не хочу в это вникать, потому что я хочу двигаться и ходить. Несмотря ни на что.